Приветствую вас, дорогие братья и сестры, многоуважаемые друзья! И всех, в принципе, слушающих эту передачу. Ведь, как в наше время, нередко бывает, что человек соглашается с тем возвещением о Христе, которое провозглашает Церковь. Однако не живет церковной жизнью, не участвует в богослужениях и не приступает к таинствам Церкви. Вера должна быть в душе. Вера у меня в душе, обычно говорят в таких случаях. Вопрос – а насколько верно это? Христианская вера – это не только определенные убеждения, это определенные отношения. Священное Писание сравнивает эти отношения с браком, подданством или военной службой. Вряд ли имеет смысл говорить о браке в душе или гражданстве в душе. Подданство Небесного Царства также нельзя свести к чему-то в душе. Представьте себе, что, скажем, руководитель какой-то страны объявляет, что принимает всех желающих в свое подданство. Желающие должны явиться в посольство и присягнуть на верность руководителю в ходе торжественной церемонии. После этого они должны подтверждать свое решение, участвуя в регулярных приемах, которые посольство устраивает в дни праздников этой страны. А теперь представьте себе человека, который скажет, я в душе подданны этой страны. Может быть, даже лучше из подданных, чем все те, кто собираются в посольстве этой страны. Поэтому я не стану ни присягать руководителю, ни отмечать праздников этой страны. Не покажется ли нам это нелепым? Что же это за подданный, который не желает иметь со страной ничего общего? Наши намерения быть подданными царства мы также должны проявить определенным образом. И Писание, Священное Писание ясно указывает, каким. Бог сам устанавливает условия, на которых мы вступаем в отношениях с Ним. Иногда люди противопоставляют духовность обрядам. Но когда читаешь Библию, то выясняется одна неожиданная вещь. Бог поразительно мало имеет отношение к тому, что у нас часто называют духовностью. Один из ключевых моментов Ветхого Завета – исход евреев из Египта. Этот ключевой момент включает в себя подробное описание обряда, которые должны были совершить верующие. «Они должны были заколоть жертвенного Агнца, испечь его на огне и съесть в ходе торжественной трапезы, а его кровью помазать косяки дверей в доме, где они находятся». Об этом совершенно ясно. Мы читаем в книге «Исход». «И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Участие в жертвоприношении и обрядовой трапезе, как в момент исхода, так и потом, когда народ будет вспоминать это событие, поставляется обязательным условием принадлежности к народу Божьему. И в книге «Числ» мы читаем «А кто чист и не находится в дороге и не совершит Пасхи, истребится душа та из народа своего, ибо он не принес приношения Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот». И вот, когда читаешь эти строки, понимаешь, что только какие-то непреодолимые обстоятельства могут извинить человека, не совершающего установленный обряд. Тот, кто пренебрегает богослужениями по своей воле, считается отторгшимся от народа Божьего. Современный человек может прийти в недоумение. «Зачем вся эта морока с агнцами, мазаньями косяков, кровью и прочими непонятными обрядами? Разве Бог не знает, кто верит в Него? Разве Ему не открыты человеческие сердца? Разве Он не видит душу каждого человека, как на ладони? Несомненно, видит». И Писание много раз говорит об этом. Но Бог говорит, что знаменем будет именно жертвенная кровь на домах верующих. И именно по этому признаку не будет язвы губительной. Обещает ли тут Бог безопасность тем, кто в сердце верит? А вот обряд почитает излишней морокой. Нет, не обещает. Бог устанавливает признак, по которому Он признает своих. Это жертвенная кровь на дверных косяках. Вера, о которой здесь идет речь, должна явиться в установленном Богом символическом акте. Принесение жертвы, помазание косяков кровью, иначе Бог не признает ее верой. Но это, вот все, о чем мы говорим и рассуждаем, это Ветхий Завет. А в Новом Завете постоянно приводится параллель между пасхальным Агнцем и Господом Иисусом, который есть, как пишет евангелист Иоанн, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это понимание Иисуса, как Агнца, сквозит и в Его словах о хлебе жизни. И Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Что здесь имеется в виду, ясно из других Евангелий, где Господь устанавливает таинство Евхаристии во время прощального ужина с учениками, который впоследствии получил название «Тайной вечери». И в Евангелии от Матфея так ясно описано это событие. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и раздавая ученикам, сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя». Нового Завета за многих изливаемое вооставление грехов. Господь говорит, что Он спасает нас через веру. Верующий имеет жизнь вечную. Слова доносятся до нас в тексте в Евангелии от Иоанна. И Господь устанавливает одновременно некие действия, в которых мы должны выразить нашу веру. Крещение и Евхаристию. И если мы не хотим выразить нашу веру таким образом, значит, ее у нас нет. Как бы мы и в кого бы мы не верили в душе. Я не верили в душе. Крещение и Евхаристии. Субтитры создавал DimaTorzok